Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у нас сегодня на обзоре КононДжи Я... КононДжи Я... Короче говоря, 105-ка, вот так я буду её называть, не хочу ломать себе язык, 105-ку выставили на продажу за 7000 золота, ребят, просто голая машина со слотом в ангаре. Если вы прям уж совсем готовы раскошелиться, то за 8500 можете взять себе набор, в котором есть ещё обвесик, эмоциональный прожектор, в котором есть камуфляжик, аватарчик и открытое всё оборудование. Но я остро не рекомендую, сейчас к этому вернёмся. И точно такой же набор вы можете взять себе за 15 долларов реальных денег. И я остро не рекомендую это делать, по одной простой причине, потому что за 15 баксов, даже при самом таком вот, ну, стандартном донате, вы можете купить себе 10 тысяч голды. Если будут нормальные предложения, то вы можете купить себе даже больше, чем 10 тысяч золота, соответственно, вы можете существенно сэкономить. Поэтому за реальные бабки покупать этот набор вообще смысла никакого нет. Теперь, что касается набора за 8500. Вы получаете себе камуфляж, но он не является, ребят, легендарным. Это просто редкий камуфляж. И честно говоря, если вы наденете какой-либо другой каму на данную машину, она не станет смотреться хуже. По крайней мере, у меня именно такое мнение. Ничего прям вау-вау эффекта в этом камуфляжике нет. Что касается эмоционального прожектора. Эмоциональный прожектор, если вы играете на планшете, а уж тем более, если играете на телефоне, он вам лично в бою. Вообще нифига не видим. А вашим соперникам, ну вообще до лампочки ваш этот вот прожектор, по одной простой причине, потому что они хотят вас завалить и отправить в ангар, а не рассматривать вот эти вот смайлики. Поэтому, если вы играете с компьютера, ну может еще что-то здесь как-то вы увидите. Но по большому счету, данный обвесик, это, ну наверное, самый унылый и никчемный обвес в игре. Это мое скромное субъективное мнение. Напишите свое мнение в комментариях. Ну и третье, то что вам дают, это оборудование открытое все. Да, на восьмом уровне оно стоит серебра. Но опять-таки, стоит ли все три вот этих пункта того, чтобы отдавать за них полторы тысячи золота? Особенно, если вы это золото собираете, а не донатите в игру. Я думаю, что для вас ответ очевиден. Ну и у меня еще два вопроса есть, на которые вы должны дать сами себе ответ. Первый. Какой YouTube канал самый лучший по блицу? И почему именно мой YouTube канал? Я сейчас попробую обосновать свое мнение, почему я так именно и считаю. Потому что на сегодняшний день на моем канале уже собрано более 500 обзоров, честных обзоров на технику такой, какая она есть. И все эти видео, они разложены в нормальную картотеку интуитивно понятных плейлистов. И если вы хотите узнать, как будет играться та или иная ветка, допустим, танков, вы просто заходите в плейлист. Ну и, соответственно, ребят, видите здесь все машины, которые есть в ветке. Поэтому, если вы за качественные, честные обзоры, за то, чтобы находить то, что вас интересует, а не блуждать неизвестно где, обязательно подписывайтесь на мой канал. Я вам буду безумно благодарен. Спасибо большое, кстати, за просмотр. Итак, ребят, возвращаемся к 105. 105 обладает довольно интересным орудием. Да, безусловно, вот то, что пишут в рекламке по поводу того, что это хороший снайпер, это действительно так и есть. Потому что время сведения классное, разброс просто шикарный. Средний урон в минуту, ну, как бы ДПМ, да, вот этот заявленный, он классный, вроде бы красивый, но он очень сложно реализуемый. Вообще, в принципе, 105 очень сложно реализуемая ПТшка, особенно руками новичков. Поэтому я остро не рекомендую рассматривать данную ПТшку тем ребятам, которые пока еще не могут совладать с картонными ПТшками, которые выносят в ангар первыми из боя, если их засветили. Что касается времени перезарядки, просто обалденное, меньше 8 секунд, хотя порой все-таки не хватает. Ну, наверное, это я больше зажираюсь. Что касается пробития, то 255, в принципе, достаточно, не хватает, можете аккумулятивы подключить. Осколочно-фугасное, ну, по большому счету, только для того, чтобы сбивать захват, ну, или наносить хоть какой-нибудь урон, если ты прям совсем ничего противнику сделать не можешь. Средний урон 350, в целом приемлемый, но я бы, честно говоря, захотел бы здесь видеть 450 урона и пускай даже с чуть большим временем перезарядки. Тогда был бы какой-то толк. Что касается углов склонения, есть минус 8, есть 15, но толку от этих минус 8 и 15 не так уж и много. Если говорить о игре от неровностей, сейчас закроем рекламку моего канала, надеюсь, вы уже подписались. Если говорить о углах склонения, то толку от них маловато, потому что, как бы ты ни играл от рельефа, ты все равно крайне мягкий. Тебя будут пробивать всем, здесь с учетом приведенки вот 126. Это вот, я думаю, максимум того, что можно себе позволить. Поверьте, пробивать будут всем. Что касается бортов, кормы, тут вообще говорить не о чем. Если сравнивать, допустим, с тем же АМХ, ЦДА-105, то здесь, с учетом углов склонения брони, приведенка куда интереснее. И здесь действительно отыгрывать от рельефа на данной ПТ-шке довольно-таки бодро можно. Ну, а что касается 105-ки, она вам просто этого не даст. Поэтому единственное, что хорошего есть в углах склонения, это то, что на неровностях вы сможете нормально прицеливаться. Но это не улучшает вашу игру в отношении выживаемости и в отношении того, чтобы составить какую-то проблему для ваших соперников, пробить вас. Что касается сравнения с другими машинами, я выбрал к сравнению только тем премиумные ПТ-шки, которые не обладают рубкой. Ну, просто потому что 105-ку сравнивать с тем же самым Скорпионом, либо с СУ-130ПМ, это бессмысленное занятие. Совсем другой геймплей, совсем другие подходы, совсем по-другому необходимо машины отыгрывать. Что касается ДПМ, ДПМ, как вы видите, уступает всем, кроме АМХ, но, честно говоря, мне ДПМ АМХ вот такой вот в меньших размерах гораздо интереснее, чем повыше ДПМ у 105-ки, потому что на АМХ можно дольше выживать. Что касается Альфы, то по 350, да, есть 460 у СУ-130, но все-таки, согласитесь, ребят, это совсем другое орудие, и сравнивать его с вот этим орудием смысла никакого нет. Что касается времени полета снаряда, очень комфортно, на дальних расстояниях действительно можешь классно снайперить, здесь вопросов абсолютно никаких не имеем. Что касается того, насколько хорошо машина себя показывает в отношении процента побед, если верить вот этим вот цифрам, я им не очень сильно доверяю, но все-таки плюс-минус процентное соотношение совпадает. Поэтому, скажем так, вот как написано по поводу того, что АМХ действительно интереснее отыгрывается по победам, так оно и есть. Это связано с тем, что машина дольше живет в бою, но и, соответственно, больше в бою может сделать. Что касается коэффициента фарма, то 170, что не является чем-то прям там вау-вау-вау. Поэтому, ребят, обычная ПТшка, да, с фармом, но все-таки не каким-то заоблачным, это не фармер, как ни крути, ну просто потому что нафармить на нем будет довольно-таки сложно. Выбираем случайный либо встречка, либо превосходство, ну и обязательно запрыгиваем в бой. Вообще, друзья мои, я вам сейчас приведу еще одно обоснование того, почему вам стоит подписаться на мой канал и почему вам стоит больше доверять моим обзорам, а не обзорам других ребят. В одной простой причине, потому что я не скиловик. И если вы конкретно не скиловый игрок, то, соответственно, для того, чтобы понимать, стоит ли вам тратить ваши реальные деньги, либо золото в игре на ту или иную машину, посмотрев обзор какого-нибудь скиловика, вы увидите красивые классные бои с шикарным уровнем нанесенного урона и будете представлять себе, что именно так вы будете рассекать в рандомных боях. Но по факту-то вы играете не как скиловик. Ну а значит, посмотрев мои видео, вы будете видеть, как реально будет вести себя машина в ваших руках, ну и на что она, в принципе, будет способна. Поэтому, ребятки, еще раз повторюсь, подписывайтесь на канал, мне очень нужна ваша поддержка для того, чтобы конкурировать с другими ребятами. Ну и чтобы мои видео тоже попадали в предложение к просмотру новым зрителям от YouTube. Итак, как вы видите, точность просто шикарная. Я сейчас даже не сводился особо. Сейчас попытаюсь перекатиться. Немножечко уехал товарищ. Ладно. Ну давай, покажись. Скорость полета снаряда просто обалденная, ребят. Здесь особо не поспоришь. И ты действительно можешь очень классно отбрасывать, не давая прям какого-то суперового упреждения. Ты просто стреляешь и практически туда, куда ты целился, даже если соперник движется, все равно снаряд прилетает и достигает своей цели. Стоит отметить следующие плюсы по данной машине. Данная машина действительно обладает крайне классной подвижностью. Она очень быстрая. Она очень маневренная. Она шикарно поворачивает вправо-влево. На ней очень неплохо можно входить в повороты. Так. Давай, иди сюда. Блин, проскочил. Ладно, попытаемся вот этого. А вот сейчас, ребят, необходимо начинать сваливать. Потому что как только вы попадаете в прицелы вашим соперникам, сразу приходит вам финиш. Ничего другого не остается, кроме как оставить нашего объекта 704 и поехать в другую сторону по одной простой причине. Потому что если я там останусь, меня доразберут. Поэтому надо сваливать, ребят, сваливать надо однозначно. Данная ПТшка, ну прям совсем не терпит стычек с вашими соперниками. Вот если вы находитесь где-нибудь на третьей линии, и как бы глупо и смешно это не звучало, самое лучшее, что вы можете сделать, это находиться на ней вообще где-нибудь на четвертой линии. Прям вот совсем далеко. Я не знаю, есть ли в игре четвертая линия, но вот эта ПТшка, она прям просится туда. Поэтому, друзья мои, помните, ни в коем случае никогда не сближайтесь с врагами на данной ПТшке. У вас просто не хватит сил выдержать натиск врага. Даже если он будет один. Просто поверьте на слово. Как только вас видят, как бы вас не забрасывали, вас все равно влетит и вас все равно пробьют. Так, я сейчас надеюсь, что я глупость не совершаю. Нет, все-таки, наверное, я совершаю глупость. Так, борщик. Ага. Ёх. Так, ну я в принципе не жилец, это понятно. Меня заберет все, что угодно, как фугас, так и бронебойный. Тут особо никто церемониться не будет. Я очень сильно надеюсь, что сейчас борщ захочет психануть. И из жадности вылезет, чтобы меня добрать. Ну, давай еще раз, чуть-чуть покажись. Есть. Так, ну хоть что-то, но я думаю, что особо результата это никакого не даст. В любом случае. Все, я остался один, и я думаю, что в принципе это край. Край катки. Максимум, что я могу делать, это сейчас хотя бы какой-то урон дополнительный забросить. Но, как вы видите, надолго меня не хватает. Брони, как я говорил, нет. Подвижность есть. Обалденное точное орудие. Вопросов нет. Но уж поверьте мне, если вы новичок, вы не сможете совладать с данной ПТшкой. А значит, потратить за нее 7000 золота, это в принципе выбросить золото на помойку и получить себе потенциально крайне плохое настроение. 3000 нанесенного урона, один сделанный фраг, я добрал борща. Что касается результативности по фармам, то давайте будем смотреть на то, что мы получаем с учетом прем-аккаунта. Это 57000 за проигрышный бой. Я не могу сказать, что на данной машине вы сможете вывозить постоянно горы серебра и таким образом пополнять свою серебряную копилку. Что касается результативности по команде, то первое место я больше чем уверен, что мы могли бы сделать победу в данном бою, если бы вот эти вот трое товарищей нижних сделали в бою кто-то чуть больше, а кто-то вообще хоть что-нибудь. Но ладно, еще и мне поставили диз. Это просто обалденно. Бок с ним поставили, да и поставили мне, честно говоря, ровно. Моя задача показать вам 105-ку такой, какая она есть. И не то, чтобы отговаривать вас купить данную машину, но я просто рекомендую вам крайне хорошо подумать над тем, действительно ли вы хотите разбить свою золотую копилку ради вот этого вот экземпляра. Когда я себе ее купил, я, честно говоря, потом довольно-таки серьезно расстроился. Периодически ее выкатываю, но особого удовлетворения от игры я не получаю. На данный момент, ребят, у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите обязательно свое мнение в комментариях. Поверьте, оно очень-очень важно. И не только для продвижения канала, но и для тех ребят, которые смотрят мои видео, для того, чтобы понимать, а стоит ли им приобретать, либо выкачивать какую-то машину. Спасибо большое за просмотр. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok